День в день, час в час, минута в минуту. Радио. Программа «Синема». Ну что же, начинаем программу «Синема». Всем доброго дня, здравствуйте. С вами в студии Олег Пека и Владимир Веселов, киноман, кинолюб. Добрый день. Что, мы, наверное, сделаем такую итоговую передачу. Единственное, что я хотел напомнить, что сегодня у нас 29 число. И вот можно поздравить с днем рождения Джуда Лоу, который сегодня отмечает 49-й. Мы в следующем году будем отмечать его юбилей 50-летия, день рождения. Сегодня Эндрю Вачовский, но сейчас он Лили Вачовский. И напомню для тех, кто следит внимательно, что четвертую «Матрицу» снимала Лана Вачовский. То есть ее сестра, хотя они... Бывшая братом. Бывшая братом, да. Не принимала участия. То есть это уже все три предыдущие «Матрицы» они создавали вместе, концепцию разрабатывали вместе. Но вот в этот раз Лили Вачовский не принимала участия. И Сергей Проханов, тот самый усатый нянь. Кто-то, может быть, помнит этот очень популярный, безумно популярный фильм. Но, пожалуй, главная роль в жизни Сергея Проханова, одна из первых. И вот как-то больше такого успеха он не имел. И еще сегодня отмечает день рождения Джон Войт. Это папа Анжелины Джоли. Отец Анжелины Джоли, да. Но сам по себе тоже культовый совершенно актер, невероятно популярный. Он снимался и в «Полуночном ковбое», и, кстати, в миссии, первой невыполнимой миссии. Он был главным злодеем. В общем, ну... Я его запомнил по фильму «Анаконда». Да, кстати, он тоже такого отрицательного там персонажа. У него очень хорошо получается отрицательный персонаж. Он такой очень фактурно-колоритный. Так что сегодня, ну, из тех, кого уже нет в живых, это Эдуард Марцевич, очень был популярный в 60-70-е годы, красавец, просто актер советского киноэкрана. И Всеволод Абдулов, опять-таки, друг Владимира Высоцкого и сыгравший вместо встречи «Изменить нельзя» вот этого трусливого милиционера в отрицательную роль, очень яркую. Вот. Это те, ну, просто вот какие-то даты события, календаря сегодняшнего дня. Хотели мы подвести итоги, но, может быть, вот перед тем, как начнем подводить итоги, пришла новость, которая меня очень сильно удивила. Вот «Лакричная пицца», фильм Пола Томаса Андерсона, который был выдвинут же на «Золотой глобус», и, в принципе, он считался таким фаворитом, его очень многие кинокритики хвалили. Я, правда, еще не смотрел, но, судя по трейлеру, ну, должно быть такое доброе, милое кино о любви, первой подростковой любви. И эту картину обвинили сейчас в расизме. Причем, да, обвинили ее. Из-за того, что в одном из эпизодов белый, значит, белый, подчеркивается, значит, ресторатор, пародирует акцент своей японской жены. Ну, как бы ее передразнивает, ну, говорит с каким-то деланным японским акцентом. И вот в этом усмотрели, что, значит, посыл, что расизм – это допустимо, и картину призывают всячески бойкотировать. Режиссер говорит, разводит руками и говорит, ребята, действие происходит в 70-е годы. И как раз это просто штрих к портрету, ну, персонажа, который, ну да, вот в то время, вот такое время такие люди были. Тем не менее, вот сейчас очень большая волна поднялась, я чувствую, придется Полу Томасу Андерсону, ну, как вот было в советское время, вот там связи с троскизмом, там левый-правый уклон, и человек выходит на… Мы требуем, чтобы он покаялся. Выходит человек на трибуну и говорит, да, я такой, я такой… Сейчас на западе волна такая, кается все, надо и не надо кается. Ну, что ж, у них такая повестка дня, возможно, так и надо. Нам трудно об этом сейчас судить. Вот, ну, это вот просто из таких вот каких-то самых последних новостей. И что, можем тогда, наверное, перейти к уже событиям, к итогам года, что было интересного, какие фильмы. Я просто к нашим слушателям тоже обращаюсь. Если вдруг вы вспоминаете что-то, действительно, посмотрели за год хорошее, чем хотели бы поделиться, или считаете, что мы, ну, не правы. Вот с Владимиром вот говорим, что фильм хороший, а на самом деле вы считаете, что фильм, ну, совсем плохой. Или наоборот, мы ругаем, а вам понравилось. Не стесняйтесь, вы звоните 67212-93-9, 67213-93-9, обязательно выведем в эфир. Или пишите нам, можно писать на WhatsApp, если вы стесняетесь, там, говорить в прямом эфире. Пишите на номер 2306191. 2306191. Вот, ну, если говорить вот какие-то глобальные просто вещи, еще раз проговорить их. Конечно, это 2021 год, наверное, поставил очень сильно вопрос о выживаемости кинотеатров. Мне кажется, ну, вообще, просто это была одна из тем, которые вообще дискутировались, а насколько реально выживут какие-то сети, потому что только в Соединенных Штатах. Да, кинотеатры, да, одна из тех отраслей, по которой ударило, конечно, довольно сильно, потому что, во-первых, не пускали, во-вторых, просто люди, даже после того, как пустили, люди начали бояться ходить. Ну, и, соответственно, все еще наложилось с популярностью стримингов этих сетей, поэтому люди, ну, как бы перестали видеть прелесть, как раньше ходить в кино, как в свое время еще говорил герой фильма «Москва слезам не верит», не будет ни кино, ни театров, одно сплошное телевидение. Вот, в принципе, он, наверное, где-то предсказал такую ситуацию, когда действительно ни кино, ни театров в последние два года, одно сплошное телевидение. Вот я хочу чуть-чуть статистики привести, то есть только в Соединенных Штатах Америки закрылось более 600 кинотеатров, то есть это 12% от общего числа кинотеатров. И плюс к этому сократилось, понятно, вот совокупный мировой бокс-офис, он упал ровно в два раза. Еще в 2019 году он составлял 42,5 миллиарда долларов, но вот в нынешнем году около 21 миллиарда, то есть это ровно половина. Конечно, это говорит о том, что сокращаются возможности тогда студии создавать какие-то многобюджетные большие фильмы, и вторая вот сторона, если они уже вкладываются, то начинаются просчитывать так риски, что ни о какой творческой свободе, о каких-то вот, ну, о том, чтобы кинематограф открывал какие-то новые темы, новых героев. Все страшно боятся, ну, то есть любой провал может стать губительным и катастрофическим, и в этих условиях, когда люди перестают рисковать, ну, вот был фантастический рассказ, где людям дарят бессмертие, и человечество становится страшно пугливым. То есть люди боятся рисковать жизнью, что вот они потеряют бессмертие в смысле того, что, ну, ты не умрешь от болезни, а так-то тебя могут, может убить. И в результате человечество заходит в тупик, ну, вот в этом фантастическом рассказе, потому что люди боятся рисковать жизнью и страшно становятся осторожными. Ну, и примерно вот такая же ситуация ведь мы видим с большими киностудиями, которые до смерти просто боятся каких-то, ну, не то чтобы экспериментов, но брать какие-то новые темы. Там говорят, что если это не сиквел, не приквел, если это не экранизация книги, компьютерной игры вот с фанатской базой, нет никаких шансов у сценария оригинального... Да, их можно понять, конечно, складывать огромные миллионы, потому что сейчас аудитория привыкла к спецэффектам, аудитория привыкла к каким-то вау-просто зрелищам, а это все стоит денег. И, соответственно, вкладывать эти деньги, не будучи уверенным, что они хоть как-то вернутся. Ведь часто зрители, когда ему говорят о том, что бюджет картины, например, 100 миллионов, и фильм заработал 150 миллионов, люди говорят, ну вот, пожалуйста же, 50 миллионов прибыли. Но люди забывают, просто не в курсе, что 100 миллионов – это всего лишь стоимость создания фильма. А еще, как правило, в полтора-два раза превышает эту стоимость раскрутка. Плюс какую-то часть, там, не помню, половину-треть забирают в кинотеатры. Из-за этого часто война идет между кинотеатрами, сетями кинотеатров и студий. То есть, когда пишут, что фильм заработал 150 миллионов, на деле оказывается, что студия получила от силы 50, а то и 40. То есть, поэтому часто говорят, что если фильм с бюджетом 100 миллионов, чтобы ему окупиться, ему надо заработать минимум 200-250. Как бы это парадоксально не звучало, но это так. И такое происходит очень редко. Поэтому очень часто студии окупают... То есть, очень часто есть фильмы, которые планируют для сверхприбыли, чтобы они окупали другие фильмы. То есть, студии важно разнообразие, она хочет снимать, они хотят снимать и фантастические фильмы, блокбастеры и драмы. Но драмы не окупают себя, и поэтому по определению их окупать должны другие фильмы, фантастические, блокбастеры, которые окупают и себя. То есть, они и за себя, и за того парня, как бы, должны работать. Вот, окупил, вот сейчас Паук, который, последний Человек-паук, нет пути домой. Вот сейчас он, говорят, что он самый окупаемый фильм за время пандемии стал. Миллиард, да, он собрал миллиард. То есть, это, в принципе, хорошая новость, которая говорит о том, что, ну, слава богу, все-таки, значит, студии продолжим. Ну, я имею в виду вот эти киностудии. То есть, в студии будет возможно снять что-то, может быть, менее пафосное, менее прибыльное. Ну, вот мы видим, уже упомянул про стриминги. Действительно, вот есть еще одна статистика. В два раза сократилось число премьер, их было 900 с лишним, и в этом году было всего лишь 419. И плюс ко всему, эти премьеры чаще всего появлялись на стриминг-платформах. И здесь, конечно, надо сказать, что кроме HBO, конечно, с Disney+, стал, пожалуй, ну, и Netflix, вот HBO, Netflix и Disney+, это крупнейшие, в общем-то, стриминговые платформы. Сейчас Disney практически, ну, начинает давить, мне кажется, задавливать всех своих конкурентов. Ну, пожелаем ему удачи. Да, ну, и напомню, что выходили и «Черная вдова», и «Круэлла» вот на Disney+, также, и «Душа», которую, кстати, не показывали в Соединенных Штатах на большом экране. И параллельно с этим сериалы «Ванда Вижн», «Локи», «Сокол и зимний солдат», в следующем году «Мисс Марвел», то есть там все они разрабатывают. Это все, ты называешь вот это все Disney, как бы, это студия Disney, но на деле же мы привыкли ассоциировать Disney именно с мультфильмами. Я хочу вспомнить именно о мультфильме «Рай и последний дракон», как раз диснеевском, который вышел где-то там в начале или в середине года. Он был прекрасный, как бы, вот о чем, раз мы начали говорить, ну, хотели говорить о фильмах, о хороших фильмах, то вот я, собственно говоря, о нем хотел упомянуть. Потому что буквально на днях появился новый мультфильм Disney, в принципе, он их начал достаточно бодро так штамповать. Раньше мы ждали по два года нового фильма от студии Disney, сейчас они стали чуть-чуть чаще выходить. И, к сожалению, мне показалось, что вот последний мультфильм, который называется «Энканто», чуть-чуть не дотягивает до таких высших оценок. Но он тоже хороший, он тоже замечательный, как, в принципе, и все продукты Disney, потому что, я думаю, как ты сказал, они там очень сильно просчитывают и не выпускают. В принципе, нельзя сказать, чтобы Disney выпустил хоть один плохой мультфильм. Но просто он не дотягивает немножко до каких-то самых лучших образцов. А вот «Рай и последний дракон», он, в принципе, очень хороший. Я рекомендую, если кто-то вдруг не посмотрел с семьей с детьми, обязательно это сделать. Ну вот проблема, единственное, сделать это на больших экранах, потому что для наших кинотеатров латвийских, конечно, это ограничение, оно просто убийственное, поскольку сейчас семьи с детьми, не получается им посещать, и поэтому не выпускают детские мультики на экран. А это было, в принципе, пожалуй, самым кассовым, но самым посещаемым сегментом, вот жанровым, если говорить про латвийский кинопрокат, вот семейное кино, мультики, там приключенческие такие, ну детские фильмы. Это, в принципе, самое-самое-самое было успешное. Но, тем не менее, вот если говорить, наверное, про 2021 год, обязательно мы должны упомянуть «Дюну» по Фрэнку Герберту и Дэнни Вильнёва, наверное. Мне кажется, что «Дюна» — это как бы блокбастер года, ну, это лично мое, то есть кто-то скажет, что это может быть «Человек-паук», опять же, который заработал больше всех денег, но я как бы хотел все-таки акцентировать внимание не на фильмах по комиксам, уж пусть простят меня фанаты, а именно такой фантастики, ну, научной, околонаучной, не знаю, можно ли назвать это научной, но развлекательной, основанной на чем-то, ну, более серьезном, простите, еще раз, чем комикс. Ну и еще, да, действительно, эта картина, которая вот у нас, слава богу, выходила и на большом экране, то есть была возможность посмотреть. По-моему, чуть ли не, может, и до сих пор еще идет, не знаю. Я думаю, что да, еще идет, вот наверняка можно будет поймать еще в кинотеатрах, потому что, конечно, это очень, ну, такое зрелищное, яркое кино, которое на большом экране производит максимальный эффект, и оно рассчитано для большого экрана. Да, потому что предыдущий большой фильм «Дюны» вышел в 1984 году, и, в принципе, фанаты ждали очень долго, чтобы наконец-то пересняли старый фильм, который, несмотря на то, что он пользуется большой любовью поклонников, Но, конечно, технически он уже не выдерживает никакой критики, он уже морально устарел, его снимал Дэвид Линч, плюс его снимал Дэвид Линч, это режиссер достаточно специфический, и он сделал фильм не таким зрелищным, каким его сделал Вильнюс, в общем и целом. То есть там очень много каких-то таких экзистенциальных вещей, ну, можно вспомнить, что, конечно, все эти изыски Дэвида Линча привели к тому, что его отстранили от монтажа, в результате он тиханул, попросил убрать свою фамилию из, как бы, списка создателей, И в результате очень долго эта дюна фигурировала, что режиссер его является Джон До, или кто-то там, не помню его. Так что, в принципе, мы дождались, так скажем, фанаты ждали-ждали и дождались, и не пожалели о том, что так долго ждали эту дюну, она действительно отличная. Единственный ее минус в том, что это только первая часть. Ты знаешь, я хочу сказать, что, может быть, это и плюс, потому что как раз-таки Линч был вынужден утрамбовать весь сюжет огромной большой книги, выбросить оттуда очень много сюжетных линий, персонажей, поэтому это тоже ставили ему в упрек, а у Дэни Вильнёва есть все-таки возможность более рассказать эту историю более подробно. Да, но просто вот если, допустим, Кэмерон сейчас снимает аватары, сразу получил возможность снимать одновременно сразу несколько аватаров, там второй, третий, я не знаю, четвертый, практически одновременно, и они выйдут с разницей от силы в год-полгода, то Дюна, например, информация о том, что они решили снимать вторую часть, появилась только после выхода первой. Значит, вторую часть нам ждать, ну, два-три года минимум. Ну да, её ещё пока даже и не приступались, естественно, снимать, и вообще пока вот в планах продолжения Дюны у Вильнёва ещё есть интересный один проект. Вот я читал, что он собирается снимать «Свидание с Рамой», это по Артуру Кларку, и считается же это тоже наряду с «Космической Одиссеей», это одна из таких вот, ну, основополагающих книг больших. Я думаю, после успеха «Дюны» сейчас Вильнёва просто растащат студии с предложениями фантастики, он просто будет на расхват, так что будем надеяться, что он найдёт время в своём плотном графике для того, чтобы всё-таки найти возможность снять вторую часть и не поручить это кому-то другому. Ну, посмотрим. Ну вот ещё один такой тренд, если можно сказать, этого года был, конечно, такое очень активное участие студии Marvel. То, что было очень много фильмов марвеловских, и даже некоторые говорили, что не слишком ли много вообще Марвела, то есть там пять фильмов за шесть месяцев вышло, и... О, Боже. Да, это была и «Чёрная вдова», это были ещё... Сейчас я соображу, тут просто не перечислялось всё, но... О, этот... Шанг... Не помню, как он назывался, Шангли или что-то... И «Человек-паук», я уже не знаю, где там ещё какие-то... Ну вот посчитали, посчитали, там что-то получалось пять фильмов за шесть месяцев, но там совместно с Sony, то есть, ну, то, что вот было, и, конечно, ну, вот многие всё-таки ругали «Чёрную вдову», говорили, что всё-таки уже, ну, задержали они с выходом этого фильма, и, может быть, если бы его выпустили раньше, он бы произвёл больше шума, больше как-то был бы принят более благосклонно. Ну, и ещё... Да. В противовесу Marvel я всё-таки, как фанат противоположного лагеря, то есть DC, хочу вспомнить фильм тоже интересный, «Лигу справедливости знака Снайдера», который вышел в этом году, то есть она у меня в топе находится... Это очень интересная история, потому что сам фильм снят, снимался в 2017-м, и он даже вышел, но на последних этапах студия разругалась с режиссёром Заком Снайдером, собственно говоря, и отстранила его от съёмок, получили другому человеку, и результат, как бы получившийся, не удовлетворил аудиторию, не удовлетворил фанатов, его фильм назвали слабым, то есть не окупился он надежды, не окупил... И всё это время фанаты ныли, что они фигурируют... То есть присутствовала некая такая фанатская теория заговора, что существует версия, снятая Снайдером, но её просто не показывают, скрывают, всячески за семью замками держат. Студия говорила, что нет, и Зак Снайдер говорил, что нет, но фанаты свято верили, и в результате они наныли, можно сказать, наныли... Наныли пересъёмку. То есть Заку Снайдеру, после того, как он помирился за студией, всё-таки выделили дополнительных денег, и он переснял те моменты, которые, на его взгляд, были слабые в новой версии, и выпустили новый фильм, четырёхчасовой. То есть это вообще самый, по-моему, длинный фильм, который я смотрел, и, в принципе, он оказался намного действительно лучше. То есть это показал... Ну, вообще показал... Опять же, это показатель такого тренда, что аудитория способна влиять на решение студии сейчас, и поэтому сейчас очень активно, например, фанаты Игры Престорлов Ноюта о том, чтобы переснять финал. То есть это сейчас стало трендом. Вот именно благодаря этому фильму. Но мне показалось, что он отличный, мне он показался очень атмосферным. Я, как бы, вот, будучи фанатом DC, очень рад, что Снайдеру дали его доснять. Но вот ещё если говорить про фильмы DC, то «Отряд самоубийц. Миссия на вылет» тоже появился в этом году. И, кстати, вот если брать десятку самых популярных фильмов по версии интернет-мови-датабейса и IMDb, то как раз-таки и «Отряд самоубийц. Лига справедливости» Зака Снайдера в первой десятке, вот, ну, по зрительскому голосованию, по оценкам, то, что, ну, как бы народ выставил свой вердикт. Так что не Марвелом единым, так скажем. И плюс, ну, нет, в следующем году на подходе новый «Бэтмен». Это, опять же, DC, так что с Паттинсоном. Так что ждём, надеемся. Да, ну вот если говорить про такие всё-таки разочарования года, то, что не удалось. Вот были несколько попыток перезапустить, возродить популярные франшизы. В частности, вот был «Космический джем-2» новое поколение. Да, очень сильно разругали, я даже не смотрел. Я тоже как-то не стал. Да, когда был первый, я был в таком именно возрасте, когда интересуется это вот развлечение. Я сходил, мне он очень понравился. А в этот раз я даже не стал смотреть. Единственное, что это может означать, что они что-то неудачно сделали. Они, возможно, решили проехаться на одних и тех же самках, то есть ничего нового не добавив. Аудитория как-то подзабыла уже о том, что вот этот вот жанр смешения реальных людей с мультперсонажами пользовались раньше большой популярностью. То есть «Кролик Роджер» зародил эту еще в свое время популярность этого жанра. И вот опять же этот «Космический джем» тоже. Но вот, к сожалению, в этом году этот жанр, можно его так назвать, оказался полным аутсайдером, потому что кроме этого фильма еще полностью провалился фильм «Том и Джерри», где тоже совмещалась мультипликация и игра настоящих актеров. То есть там разгромные рецензии, разгромнейшие. Никто этого фильма даже и не смотрел, мне кажется. И у нас он даже, я не помню, выходил, не выходил. Я не помню. Но я до середины его досмотрел, но потом просто стало скучно, потому что действительно ничего нового, и он как-то очень вторичен. Да, видимо, проще посмотреть просто мультики «Том и Джерри» и больше получить удовольствие, чем от этого фильма. Ну и еще вот один фильм до кучи. «Джи Ай Джо», «Бросок Кобры 3», тоже, в общем-то, провалившийся. Это мимо меня прошло. Это франшиза мимо меня. Это какая-то внутри, кажется, какая-то... Ну, по солдатикам этим популярным. Я хочу сказать про еще один мегапровал. Это ремейк «Один дома». Не то, что его ждали, но как бы было очевидно, что рано или поздно это сделают. И, в принципе, аудитория уже была скептически настроена. И, в принципе, скепсис подтвердился, потому что фильм оказался слабым. Все недоумевают, зачем это было делать, кроме как из-за попыток заработать денег на старых каких-то воспоминаниях. Потому что не понравился ни актер, не понравился ни сюжет, не понравилось ничего. То есть фильм просто пролетел где-то вообще... Его заметили, о существовании его, наверное, знают только вот такие фанаты, как мы с тобой. Больше никто. Ну да, хотя вот парнишка ведь этот играл в «Кролики Джо Джо». Достаточно такая тоже была, ну, хорошая. Ну, я не говорю, что он плохой актер, но, возможно, его просто, так скажем, использовали не по назначению. Ну, скорее всего, да. Да, не такой сюжет, не такая режиссура. Ну, что-то пошло не так. Но, по идее, вот это же все пошло не так уже с третьего фильма. То есть все эти попытки как бы... Да, тут... Ну, это же понятно всегда. Сиквелы были слабее и слабее. Редкое исключение, когда как-то наоборот. То есть в этом нет никакого... Ничего удивительного. А вот перезапуск, он как бы... У него есть шанс вырваться из тени оригинального фильма. Но очень редко он этим шансом пользуется, к сожалению. Но бывают случаи. Но в данном случае... В данной ситуации тут просто мегапровал оказался. То есть фильм входит в топ самых провальных фильмов года. Ну вот также сюда можно добавить среди таких вот неудач, круиз по джунглям с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. Хотя... Вот, кстати, я не согласен с этим. Мне он показался очень хорошим. Я тоже. Вот хотел сейчас как раз сказать, что... Я недоумеваю, честно. А вот если говорить о неудачных фильмах, я бы вспомнил другой фильм с Дуэйном Джонсоном. Это «Красное уведомление». Вот это реально эпик фейл просто года. Я крайне удивлен, что он стал чуть ли не самым там одним... В момент выхода самым скачиваемым на Нетфликс. Но это было реально... Для меня при просмотре это был эпик фейл. А «Круиз по джунглям» напротив мне показался очень интересным и очень захватывающим. И для семейного просмотра просто идеальным. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, как так получилось. То есть что-то случилось и поменялись они в моем сознании. Эти фильмы должны поменяться местами. То есть «Круиз по джунглям» должен быть на хорошем счету, а «Красное уведомление» наоборот где-то там подборка. «Красное уведомление» меня поразило действительно тем, что, казалось бы, здесь схема какая-то, казалось бы, беспроигрышная. Три очень популярных актера. Красивая женщина, значит, среди них. Один более такой юморной, качок. То есть все распределено, как будто бы высчитывали по всем золотым сечениям, формулам. Это вот прямо по формуле вписывали просто нужных актеров, нужные эти самые, а на деле оказался пшик. На деле оказалось что-то очень скучное, стереотипное, предсказуемое. И не смешное, не интересное практически на 90%. То есть продукт был без души, так скажем, мягко говоря. Да, да, я тут полностью согласен. И еще вот один фильм, который разругали. Разругали, ну вот у меня к нему тоже такие смешанные чувства. Это триллер Шьямалана «Время». Потому что картина как будто бы с очень, ну, интересной идеей, задумкой, как она достаточно любопытная. Там люди, которые оказались на пляже, с которого они не могут выбраться, по каким, ну, там, объясняются по каким причинам, но они не могут уйти. И на этом пляже время течет гораздо быстрее, чем за его пределами. И за сутки они проживают полностью жизнь. То есть они обречены умереть вот на этом пляже в течение суток. И вот сам по себе фильм, загадка, что, почему, зачем они здесь оказались, по какой причине. Вроде бы все вот, ну, присутствуют опять-таки какие-то моменты, вот Шьямалановских, ну, там, тайн, которые в конце нам объясняют. И вот я уже думал, что там будет, может быть, это какой-то в голове главного героя. Он заснул на солнце, там ему привиделось это все. Но там объясняется совершенно все по-другому. Но тем не менее, вот когда фильм заканчивается, какое-то вызывает он странное чувство. Так и я не понял, ну, вот смысла вот всей этой затеянной истории. И кроме, ну, вот банального, что, да, люди, время бежит быстро, нужно оценить каждую минуту жизни. Ну, какие-то такие вот, ну, фразы, которые кажутся жуткой банальщиной. Да. Ну, мне кажется, да, Шьямалан просто стал заложником своего первого фильма «Шестое чувство». И у него были еще по... То есть люди стали ожидать от него именно... То есть это режиссер, которого первого вспоминают, когда говорят о фильмах с неожиданной развязкой. Вот. Это как бы стало его фишкой, причем вот прямо вот после первого же фильма. Он снял еще несколько таких фильмов, больше и меньше, более и менее удачных. Вот. Ну, и от него этого ждут. И он, возможно, он уже эту тему как бы не хочет эксплуатировать, а его заставляют. Поэтому как-то вот он к этому так относится. И этот фильм, в принципе, тоже из такой же серии. То есть некая загадочная ситуация, которая постепенно-постепенно только раскрывается. Вот. И потенциал у этого фильма, я так читал, что он основан на графическом романе, вот. Потенциал у этого фильма очень большой, но, к сожалению, он его, видимо, как-то недореализовал. То есть была очень интересная завязка, был очень интересный сюжет, а фильм получился, ну, таким... И не ужас, и не фантастика, что-то вот среднее такое, не очень внятное. Вот. Ну, у него сейчас, у Шьямала, он, возможно, больше сейчас занят сериалом, «Прислуга», кажется, называется. Возможно, он туда отдает больше своих сил, а это вот так в качестве подработки снял, чтобы о нем не забыли на большом экране. Так что... Ну, на самом деле, как бы, при всем при том, фильм не сказать, что он плохой. Я бы его не отнес к каким-то там провалам и прочее. Ну, просто он не произвел какого-то фурора, какой мог произвести. Но он... В личный мой антитоп не попал точно. Хотя вот у меня тоже вот очень смешанные чувства, потому что... Ну, я сейчас уже подвожу к фильму «Не время умирать» финальное появление Дэниела Крейга в роли агента 007, потому что сначала, вроде бы, когда ты смотришь все это на большой скорости, все сменяют друг друга, выходишь из кинотеатра, вроде эффект «Вау» там. Круто. Затем, когда все это начинает как-то устаканиваться, усаживаться, я пересмотрел его еще раз, второй раз, и как-то он же на меня произвел гораздо меньше впечатлений. Мне показался... Ну, вот именно антибондовским в смысле того, что всегда Бонд это... Я уже повторял эту мысль. Ирония – это всегда пародия, это всегда что-то достаточно легкое. То есть не воспринимаешь злодеев как, условно говоря, Майкла Мэтсена в «Бешеных псах», который там вот сейчас отрежет ухо, и это будет по-настоящему с кровью, с криками, с садизмом. То есть это всегда воспринималось очень легко, остроумно, пародийно. И вот эта попытка, ну, действительно, сделать его максимально драматическим, максимально жизненным, она вот как-то утяжелила эту франшизу. И вот то, что казалось, может быть, каким-то новым направлением, когда это вот с «Казино Рояль» только начиналось, мне кажется, сейчас завело франшизу в тупик. Да, я тоже... Ну, я говорил уже, что, в принципе, эта франшиза мне изжила себя, и после этого фильма я просто подумал, что, наверное, Ян Флеминг где-то глубоко, на глубине, там, трех метров ворочается в гробу, потому что, наверное, он совсем не то имел в виду, когда создавал этого героя. Ну, слушай, мы что-то завернули не в ту сторону, мы начали говорить о лучших фильмах, а завернули на худшие. Ну, я думаю, что их тут... Хорошо, да, да, давай. Просто я к тому, что все-таки, может быть, ну, упомянуть и провалы тоже, чтобы для красоты картины. Что еще такого было хорошего? Да, я хотел сказать... Вот я тоже составлял примерно список из фильмов, которые я бы рекомендовал по возможности, если есть такая возможность посмотреть. Это фильм, о котором я уже говорил в одной из предыдущих передач, Финч, фантастический, с Томом Хэнксом. Ну, просто потому, что Том Хэнкс не снимается в плохих фильмах, а этот фильм действительно неплох. Он, в принципе, семейный, фантастика семейная и заслуживает внимания. А то, опять же, о фильмах, о которых я говорил, это последняя дуэль. Несмотря на то, что там определенные моменты мне показались не очень удачными, это отличная историческая драма. Именно из тех, которые не основаны ни на каких комиксах и прочее, а наоборот основаны на реальной жизненной ситуации. И многобюджетная историческая драма, вымирающая нынче, я так подозреваю, по причине, о которой мы говорили, жанр, надо хватать пока еще здесь, пока не убежал. То есть Ридли Скотт очень обиделся на всю критику, и, возможно, что сейчас уйдет из кинематографа ворча что-нибудь, типа, что эти миллениалы проклятые ничего не понимают. Поэтому надо смотреть. Он уже в том возрасте, в общем, когда может себе позволить уйти на пенсию, потому что действительно уже в почтенном, по-моему, за 82 года. Да, он недавно похоронил брата Тони Скотта. Ну, то есть у него там вполне оправданно, если он скажет, надоели бы мне все, больше снимать ничего не буду. Ну и Дом Гуччи надо вспомнить, что у него же... Ну да, нет, но у него в планах там, я посмотрел, у него в планах планов драмадио, несмотря на возраст. Он собирается еще Чужих снимать, он собирается Гладиатора 2 снимать. То есть планы у него наполеоновские. Так что вполне может быть, что он еще нас порадует. Вот, что еще? Хотел вот вспомнить предыдущую передачу, сказать, что мне, я посмотрел «Матрицу» четвертую, она мне понравилась. Я тоже посмотрел. Потому что считал я просто разгромнейшие отзывы. Один мой знакомый написал, что ушел из кинотеатра, в принципе, что бывало с ним очень нечасто. То есть это просто показатель какого-то, видимо, ну, невидимого фейла, невиданного фейла. И я просто, честно, испугался и ждал уже какого-то, не знаю, там, что Нео с Тринити будут танцевать, как в индийских фильмах, я не знаю, что... Но я не дождался какого-то ужасного, чего-то ужасного, чего-то разочаровывающего. Я получил, в принципе, неожиданное... Ну, опять же, зрелищность осталась, остался не очень понятный сюжет, но это, в принципе, и у всех матриц. То есть когда ты сидишь и не очень понимаешь, что люди говорят. Вот. Но я получил неожиданное развитие истории, совсем не такое, какое люди хотели бы видеть. И, видимо, в этом причина такого разочарования. То есть люди в своих головах уже нарисовали развитие этой истории. Нео дальше борется с машинами, война какая-то в «Матрице» и в дне нее какие-то там. А тут получилась абсолютно другая история. Бачевские решили как-то, ну, не знаю, пошутить, что ли, над аудиторией, а они просто... А не она. Она. Не знаю, я бы так сказал, а она смогла в одну и ту же реку войти дважды. То есть эта история очень похожа на первую историю. В чем-то. И я не хочу спойлерить там, просто скажу, что это тот случай, когда, наверное, стоит посмотреть самому и оценить. Я не хочу там... «Матрица» — это, в принципе, как пародия того, ну, куда вот, что еще можно придумать, вот какую четвертую «Матрицу» снять. И она обыгрывает это все абсолютно, ну, в таком ироничном стиле. Кстати, по-моему, если не ошибаюсь, один из героев говорит, что вот «Ворнер Бразерс» снимет фильм с нами или без, он его в любом случае снимет. И фильм «Матрица» действительно снимает «Ворнер Бразерс». И я действительно сегодня или вчера читал новость, что продюсер сказал, что мы этот фильм сняли бы с Вачевски или без, мы бы его сняли. То есть, и поэтому хорошо, что все-таки одна из сестер Вачевски подписалась на этот проект, иначе бы был другой фильм без Вачевски совсем. То есть, это просто какая-то такая игра, внутренняя игра, которая открывается постепенно. Но это не делает фильм хуже, на самом деле. Мне он понравился еще раз, я вот хочу подчеркнуть. Я, конечно, не там какой-то барометр, но мне кажется, что нельзя, в данном случае было бы неправильно оценивать его только по отрицательному отрицательству. Но в нем очень много, конечно, есть каких-то фанатских подмигиваний. В частности, ну вот если не смотреть там вторую, или плохо помнить там вторую «Матрицу», появление Ламбера Уилсона, который во второй «Матрице», он действительно такой, он невероятно респектабелен и такой, значит, властный, жесткий персонаж. Опять-таки, компьютерная программа внутри «Матрицы», ну, кто помнит вторую часть. А его появление в третьей части должно, ну, действительно, такой быть, ну, сколько он там, 30 секунд буквально появляется на экране, но это вот, ну, как такой вот улыбкой. Нет, ну, там есть вопросы к тому. Ну, это, наверное, да, действительно такой респект для тех, кто помнит. Другое дело, что там появилась, например, Кристина Ричи на 5 секунд в этом фильме. Зачем она там появилась, не очень понятно. Я тоже не понял. Да, возможно, она фанатка «Матрицы» и попросилась просто вот так, чтобы появиться. Не знаю, возможно, они все-таки снимут пятый фильм, хотя Вачовский машет руками и кричит «никогда все». Я бы, ну, как говорилось в «Бонде», «никогда не говори никогда». Я хочу еще сказать о том, что, в принципе, в этом фильме появляются ведь новые персонажи, которых я, ну, как бы воспринимал с большим очень, ну, предубеждением. То есть прообраз, ну, Тринити, который, ну, практически аналог Тринити, тот, кто забирает этого Томаса Андерсона, его звали, я не помню, ну, мистера Андерсона из вот этой «Матрицы в реальность», и прообраз Морфеуса, который, в общем-то, Лоуренс Фиршбон не принимал участия, другой, более молодой актер. В принципе, я... Там все это очень логично объяснено, в принципе. Да, я имею в виду, что эти молодые актеры, ну, вновь пришедшие, они не вызывают, ну, какого-то отторжения, блестяще сыграли, действительно очень талантливый, харизматичный, и я могу сказать, что... Ну, и еще хочется перейти к другому тоже фильму «Несмотри наверх», то есть который сейчас, как раз сейчас в топе, сейчас на слуху у всех. Вот, тоже хороший фильм, это из исчезающего жанра социальные сатиры. То есть, фильмы в таком качестве выходят крайне редко, то есть, поэтому... А тут еще просто с звезднейшим составом, поэтому тоже нельзя пропускать, мне кажется... Ну, Леонардо Ди Каприо, да, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип играет американского президента, Кейт Бланшетт играет там звезду телевидения, и там огромное еще количество... Там Джона Хилл играет главу администрации президента. Да, и фильм отличный, фильм как бы именно сатира, именно сатира на нашу действительность, завязка сюжета в том, что двое ученых, вот, собственно, Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, они обнаруживают метеорит, который летит к Земле, и они высчитывают, что он как бы... Столковение неизбежно произойдет там через 20 дней. И кажется, что вот сейчас, как и в любой жанре, ну, в любой фильме-катастрофе начнется, значит, операция по спасению человечества, но вместо этого оказывается, что наше человечество не так-то спешит спастись. То есть, начинаются какие-то очень смешные действия со стороны президента, у которой на повестке дня только перевыборы, хотя, если вдуматься, произойдет столкновение, никаких перевыборов не произойдет, но ей сейчас не до этого. И то есть, вокруг вот именно отношения человечества к серьезным вещам строится сюжет. То, что люди перестали видеть то, что действительно важно, а тратят свое время на, ну, стандартно, на социальные сети, на каких-то поп-звезд и прочее. Ну, вот все это как бы обыгрывается очень талантливо, как мне кажется. Ну, вот мне показалось в этом и минус, потому что я не очень люблю вот именно такой жанр социальной сатиры, где уж очень все, ну, то есть, подчеркнуто немножко театрально. Ну, так вот именно гипер... Да, возможно, это чуть-чуть гротеско. Гротеско, да. Да, все так выпукло, как бы не очень тонко. Но, с другой стороны, почему нет? То есть, возможно, это то, что нужно, чтобы вот обратить внимание, ткнуть, как нашходившую собаку, ткнуть практически вот мордочкой. Вот посмотри, посмотри. Ну, я вот хочу... Хочу еще обратить внимание, что на то, что фильм, ну, вот мне кажется, невероятно актуален именно из-за того, что мы живем вот как раз в пандемийную реальность. И мы видим, что часто те, от кого зависит принятие решений, они не принимают их или принимают слишком поздно, или они начинают рассчитывать, а не упадут ли наши рейтинги, если мы там что-то, значит, сделаем. И в то же время вот мы видим вот и как люди действительно, ну, относятся вот к этой угрозе, совершенно как-то, ну, ищут какие-то конспирологические теории, вместо того, чтобы пытаться ее избежать. То есть это, в принципе, очень актуальный фильм, который... Да, поэтому мне кажется, что его стоп лучших правильно было бы занести этого года. И мне кажется, что он еще завоюет награды, я так подозреваю, все-таки, потому что говорят, что Ди Каприо точно заслужит какую-то, ну, как минимум номинацию за эту роль. Ну, вот говоря о наградах, у нас, кстати, уже осталась, я понимаю, буквально одна минута. Просто хочу сказать, что ведь из-за скандала с золотыми глобусами, а вот в прошлом году был скандал из-за того, что, ну, как всегда, обвинили, что нет темнокожих, значит, голосующих в этой организации членов, значит, там критерии отбора непрозрачные, там, ну, в общем, много чего предъявили золотому глобусу, и сразу же там испугались, расшаркались, приняли кого надо. Там Том Круз, говорят, вернул все три своих золотых глобуса, отказался, они тоже начали все открещиваться. Поэтому непонятно, вот пройдет, как пройдет эта церемония, потому что, ну, многие опасаются, что из-за этого скандала там репутация будет подпорчена. Но вот буквально в начале года, по-моему. Я думаю, что уже давно не надо равняться на церемонии, все-таки легче ориентироваться на свой вкус, чем на... Награды, это, конечно, приятное дополнение, они как бы что-то значат, но не должны быть основополагающими при выборе, потому что не все хорошие фильмы оцениваются наградами, не все награжденные фильмы так хороши, как хотелось бы. Ну, золотые слова, которыми, наверное, мы и завершим сегодняшнюю программу «Синема». Владимир Веселов, Олег Пек, сегодня провели эту программу с вами. Спасибо большое, до новых встреч. Да, всего хорошего, с наступающим Новым годом и с наступающими новыми фильмами. Слушайте Радио Болтком.